Роль женщины в развитии страны. Эту тему обсуждали на форуме, участие в котором приняли около 200 североказахстанок. Педагоги, медики, бизнесвумен, сельские акимы. Многие из них занимают руководящие должности. При этом они ведут активную общественную жизнь и занимаются благотворительностью. Для этого для женщин есть все условия, говорят собравшиеся. В нашей области больше 60% госслужащих являются женщинами, а 30% руководителей – это представители прекрасного пола. В 2021 году в стране проводятся выборы сельских акимов, сельских округов и поселков. За это время в области выборы акимов состоялись в 120 сельских округах и женщины приняли активное участие в выборах и более 30% избранных акимами сельских округов стали женщины. И сейчас больше всего женщин сельских акимов в нашей области. А в областном маслехате каждый третий депутат – представительница прекрасного пола. Для сравнения, пару лет назад было только 2%. В стране работает много женских объединений и ассоциаций. Они поднимают важные проблемы. Некоторые даже и пути решения предлагают. Но именно политический вес они имеют небольшой. То, что мы можем сегодня решить на уровне области – это одна повестка. А то, что мы можем решить на уровне республики, на уровне законодательства – это совсем другое. У партии есть очень хорошие инструменты, связанные с ее представленностью в местных представительных органах и, соответственно, в высшем законодательном органе. И это очень важно, потому что если мы этот тандем сегодня сделаем правильно, если он будет работать, то тогда женская повестка войдет во все политические истории нашей страны. Так женские движения обретут политический голос. Но для этого надо объединяться. Эту идею поддержали во всех регионах страны, в том числе и в Северном Казахстане. Присутствовали на форуме и женщины из села. Они поднимали проблемы трудоустройства. Многие хотят развивать свой бизнес, но у них хватает стартового капитала, а затем и средств на расширение. Потому в стране и запустили проект «Аул Аманате». Сельские жители могут получить льготные кредиты по 2,5%, являясь участниками сельскохозяйственных кооперативов. Также помимо льготных кредитов они смогут взять в лизинг технику по 2,5% и объединяясь в кооперативы, вот именно ценность данного проекта заключается в этом. Они могут позволить себе сократить расходы на корма, позволят сократить расходы на весенние полевые работы. Главное, чтобы сельчане объединились в кооператив. Тогда и кредиты льготны, и сумма больше. Как известно, часто развитие бизнеса на селе упирается в залоговое обеспечение. Имущество в деревнях банки дорого не оценивают. Проект запустили в сентябре текущего года, пока в основном занимались информированием сельчан. В следующем году начнется финансирование.